всем привет меня зовут ирина добро пожаловать на мой канал я живу в измире это на эгейском побережье турции и у нас очень интересные базары турецкий базар для местных давайте посмотрим какой ассортимент на рынке какие цены я думаю что вам будет интересно пойдем со мной вот такая сумка и как раз берут на базар все турчанки очень удобно и не надо таскать ничего в руках морковка яблоки перчики всевозможные и разнообразные батажаны ой какие маленькие берет кабак маленькие-маленькие перчики обычных используют для заготовок на туршу соленостей это кире вис как же он называется турки много готовят сельдерей они его очень любят и уважают морковь перцы по интересный перчик поспал долг вот сейчас уже осень все равно в турции продается клубника на здесь круглый год но цена высокая это написано тарла изюм без косточек очень сладкий на 6 лир за килограмм ухты уже мандарины продают груши роскошные сливы шефтали балгиби персики как мед и снова эти интересные штучки называются келек а вот аджур его тоже используют для туршу для соленостей огромные пучки зелени такой салат называется ковырджик то есть кучерявый он и правда кучерявый посмотрите знакомая нам всем филитовая капуста а эта травка называется семизоту из нее делают салат кстати на эгейском побережье турции очень много используют зелени а вот грецкие орехи кстати на базаре намного дешевле купить вот именно в таком нечищенном виде фундук кстати сейчас сезон фундука но его выращивает обычно не нашем регионе эгейском а на черноморье на карады низ ай посмотрите что я увидела это же как растут каштаны те съедобные каштаны не те которые конские а именно съедобные каштаны но сезон их будет зимой посмотрите какие они кстати морские ежи в турции называются дениске станы си потому что они похожи на вот такие каштаны здорово правда азолы азолы амбер кило лабилир мем а более юзли ровер имя возьмите 30 лир стоит орешки очищенные орешки стоят где-то 100 лир в магазине купим немножко для засолки огурчиков такие маленькие башки лола билир мембашки лов дэшли ра очень даже удобно что можно выбрать самим иначе потому что мне нужны маленькие среднего размера выбираю большие и средние и маленькие чтобы их можно было в банке уложить слоями дэш кило башь 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 1 2 3 4 5 немножко железных монеток а это перчик называется перчик бибер чарльз томсорт его особенно хорошо используют в ммн и просто салаты я выбираю чуть поменьше размером они более нежные и у них может быть меньше косточек это спрашиваю моего мужа кто у нас за кадром мой любимый муж это чарльз томсорт это чарльз томсорт чарльз томсорт чарльз томсорт сейчас я соберусь это чарльз томсорт вау а систи ай бум а ци ми? а ци. а 3 тани алабилер ми? ахахахахахахахахахахахахахахахаха председатель а куда есть? вау разрешите вы не wishing оставите лучше безумие я 1 килограмм салтал спасибо да спасибо киллер а лоберки персон уже продают гранат хотя еще конечно рановато поэтому цена на него довольно таки высокая 10 лет такой вот красивенький а это вот такая ягода интересная называется фильм об смотрите фильм об говорят она очень полезное от давления для сердца для крови можно попробовать будто мама муляет а делал рак бизель мема полетом писем и пазар до стоит да я ничего не знаю что это принц Han hopп iconic машины漂亮 на слką заказ смех лим смех как яблочко муж сделает вывод и скажет брать или не брать 10 лир недешево но нам интересно что это такое и шоколер и будем покупать виноград цена массе бач я предлагаю выбрать мужа он очень хорошо в этом деле разбирается и выберет самый вкусный самый спелый вот яду который без косточек из мир это как называется сорт вот такой вот гроздь хорошую он без стамам он без верю рум и куплю немного чеснока выбери а это вами я посмотрите какая или окра как ее тоже никогда за мелкая бам я из нее готовят разные такие блюда но я и не очень люблю на специфическая такая немного сопливая получается очень полезная цена 22 лиры за килограмм всевозможные оливки разных видов и засолки эгейский регион славится оливками смотрите это фаршированные перчиком мне вот посоветовали попробовать вот эти они мало соль и мало соли но 30 лет цели огромные это башка возьму 300 грамм я купил оливки сразу за мной собралась очередь мужчина сказал чтобы сатарафировала сняла его груши потому что они очень красивые стоит всего 8 лир тут безель дару плагин сын по пардон к тебе не остались яблочки для моего сыночка гранаты еще как видите не поспели до конца думаю они будут кислые картошка 3 килограмма за 10 лир лук тоже самое 3 килограмма за 10 лир лук маленький белый синий лимоны арбузы огромные дыни по 3 лиры посмотрите какой баклажан баклажанов в турции очень много видов потому что здесь их очень много готовят кстати у меня на канале очень много рецептов из баклажанов ама мадонос мне нужна петрушка вот петрушка укроп возьму пучочек мяты выберу вот мята посмотрите какая и все-таки мне нужно руккола но она мне не нравится не хочется все перекапывать кучок зелени стоит 1 лиры и того 3 лиры наш район называется на лидеры и здесь базар проходит два раза в неделю среда и воскресенье потом он переезжает другое место например большого и так он переезжает с места на место то есть каждый день в городе есть базар в одном из районов это очень удобно продается мед в сотах цена за 1 килограмм 65 лир а вот домашнее оливковое масло 26 лир за килограмм на турецких базарах единственное что вы не можете найти это мясо сырое мясо это запрещено законом его продают только в специальных магазинах или в супермаркетах но зато продается рыба это очень странно хотя рыбу на этом именно местном базаре мы не покупаем покупаем и на специальных рыбных базарчиков зато здесь вы можете найти все что вам угодно для дома что вам нужно где-нибудь крышки банки всякие разные приспособления сразу даже на первый взгляд не поймешь для чего они например разрезать каштаны которые жарят здесь осенью например выдалбывать косточки из вишен или оливок веники всякие щетки веревки провод различные товары для дома все что вы можете здесь найти также здесь предоставлена всякая различная недорогая одежда но скажу честно здесь мы не покупаем ничего качество все-таки на базаре оставляет желать лучшего но зато я прихожу сюда чтобы купить одну ткань мне нужно для того чтобы делать йогурт эта ткань называется тюльбент она не похожа на марлю она очень очень такая тоненькая хлопчатобумажная ткань также использую для того чтобы делать творог я попросила отрезать мне один метр этой ткани цена 850 вот посмотрите какая она а вот эти наверху продаются это коврики для совершения намаза 8 с половиной будем делать йогурт и творог хорошо сынок это будет компонент помидоры для консервации буду закрывать поэтому выбираю самые сочные самые красные мягкие кстати помидор уже мало хороших и недорогих и прошел концу на базаре и обычно к концу дня все дешевле потому что стараются отдать весь товар чтобы он не залежался вот но я люблю прижать на базар с утра просто сегодня у нас не получилось у нас были другие дела а вообще конечно с утра на базаре значительно интересней большой выбор все очень свежее а к вечеру к тому же очень громко потому что зазывал и зовут и кричат чтобы чтобы покупатели приходили именно к ним я буду брать наверно 10 килограмм и на базаре смело можно покупать сыры они здесь довольно таки качественные и вкусные вот очень вкусный сыр эзене пейнер экстра люкс эзене пейнер или мира все сыры как в супермаркете так и на базаре можно и нужно пробовать если они продаются на развес измир тулум особенный измирский сыр он такой плотненький довольно таки вкусный вкусных салатом к вину обязательно попробуйте если будете в турции он продается и в обычных супермаркетах сыр косичка наподобие моцареллы такие шарики сыра а вот халва хиллана бы доброго халва халва здесь те же самые сыры представлены а вот ювка тончайшие тесто из которого делают бюреки на моем канале тоже есть один такой рецепт ну что а мы будем отправляться домой мы уже купили все что мы планировали и отправляемся домой я надеюсь вам было интересно мое видео подписывайтесь если вы впервые на моем канале чтобы не пропускать другие интересные видео всего вам доброго пока пока